Парфюмерные ассоциации Сегодня предлагаю отправиться в путешествие по миру мюзиклов И, конечно же, подбирать к ним ароматы Я обожаю это дело, ассоциации, развитие фантазии и так далее Если вы готовы пуститься в это путешествие вместе со мной, тогда поехали! Парфюмерные ассоциации Начинаем мы с вами с киномюзикла, который называется Мулан Руж Это на самом деле очень мною любимый фильм Я думаю, что многие из вас знают, а может быть даже и любят этот фильм Знаменитые арии страстные рок-сен-танго или Камот Мэй Которые исполняют Николь Кидман и Юэн Макгрегор, главные герои фильма-мюзикла Это потрясающий визуальный эксперимент прежде всего Ну и, конечно, аудиальный тоже Бас Лурман, режиссер этого фильма, получил за него целых два Оскара, между прочим А актеры сами исполняли все песни, поэтому им за это отдельное уважение Бас Лурман вдохновлялся, создавая Мулан Руж Какими-то мотивами старого театра Потому что сам он в свое время ставил постановки в европейских театрах И, конечно же, его увлекали очень индийские мотивы Очень много ярких цветов, восточных тканей, бархата, пудры Каких-то ретро-гримерных комнат, много золота, бриллиантов, сверкающих каких-то аксессуаров Лепестков роз и так далее И, конечно же, все это для меня, если в парфюмерном плане, то пахнет ароматом Который первый прибежал на свидание с мюзиклом Мулан Руж Называется он Путан де Палас Переводить вам не буду, загуглите сами Но и он от Etat Libre d'Orange Марки, которая любит провоцировать и не только своими названиями, но и с содержанием своих бутылочек Это ретро-пудра в лучшем понимании этого словосочетания Замечательная гримерка той самой героини Николь Кидман Которая распевает со своим ангельским голосом Ей затягивают прочный корсет на китовьем усе Ей накладывают макияж Это пудра, которая пахнет и ирисами, и фиалками, и лепестками красных, алых, кровавых роз Здесь в базе прослеживается кожаный аккорд Есть сладость и смолистость амбры И все это бесконечно соблазнительно Это тот самый вихрь невероятных танцев и песен от артиста кардебалета Мулан Ружем и, естественно, героев мюзикла Обязательно послушайте или посмотрите лучше этот фильм, этот фильм-мюзикл Потому что он оставляет неизгладимое впечатление Ну и для визуалов Это будет подарок для души А аромат Путон Дю Палас От Этали Бро Д'Оранжа Отдельная изюминка на этом торте Я встану на защиту униженных и оскорбленных Ведь я герой Зоро Следующий мюзикл, о котором хотелось бы вам поведать мою парфюмерную, скажем так, историю сегодня Это, конечно же, мюзикл Зоро На самом деле по-испански не Зоро надо произносить правильно, а Соро Потому что Соро по-испански это лиса Значит, он такой у нас ловкий лис Герой обездоленных людей, защищает бедняков По сути, это некий выдуманный испанский Робин Гуд Приключения Зоро были описаны очень давно уже Есть несколько разных и романов, и мюзиклов, и фильмов Маска Зоро с Бандерасом Отдельная любовь Я думаю, что многие из вас либо читали, либо смотрели фильм с Антонио Бандерасом и Кэтрин Зетте Джонс А мы сегодня узнаем парфюмерную историю этого мюзикла Конечно же, придумала и подобрала эту историю к мюзиклу Зоро я Это мои личные ассоциации, может быть, у вас они другие Но сегодня давайте размышлять вместе Это будет парфюм от Кейка Мичери, называется он Грена или Гранат Конечно же, что может быть, если мы говорим о Новой Испании? Это конец 19 века, жаркая Испания, просто плавится город от этого палящего солнца И вы находите в саду очень спелые и сочные гранаты Аромат начинается именно с этой ноты Это корочка от граната и немножечко туда цитрусов добавили Дальше вы отправляетесь в цветущий фруктовый сад Но там еще огромное разнообразие роз, например Очень ярких, пунцовых роз, карминовых просто И из этого сада вы не спеша отправляетесь на корриду Хотя я бы не советовала, жалко быков Но если у вас такое настроение, то можно Потому что аромат очень бодрящий на самом деле Если рассматривать, к какому времени года отнести этот аромат То скорее к лету и весне Потому что летним знойным испанским днем, конечно же, хочется чего? Тени, свежести, прохлады, глотка свежего воздуха И этот аромат с гранатовым подтекстом С бриллиантовым каким-то сиянием Он дает вам это свежее ощущение При этом гранаты и цитрусы здесь как будто бы лопаются под вашими пальцами Они искристые, они очень яркие, радостные Ммм, буквально звенящие Этот аромат такой же бойкий, смелый, яркий и отважный Как сам герой мюзикла Зорро Который, я надеюсь, вы пересмотрите после того, как посмотрите наш обзор И попробуете сравнить аромат и мою мюзикловую ассоциацию Это вам такой небольшой кусочек Я думаю, что вы уже услышали правильное словосочетание Из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Собор Парижской Богоматери Который в свое время стал просто феноменом и мировой сенсацией Его поставили изначально это франко-канадское производство во Франции А затем уже он разошелся по всему миру И в том числе был поставлен в нашей стране Я думаю, вы помните Эсмеральду в роли Светы Светиковой или Теоны Дольниковой Это было потрясающе Я лично очень люблю этот мюзикл Как раз училась в лицее и учила французский язык И на песнях из этого мюзикла мы тоже учили французский И были просто влюблены во всех героев Начиная от Квазимода, заканчивая красавцем Фебом И даже злым вот этим вот священником Который посягал на красавицу-цыганку Эсмеральду Я думаю, что сюжет рассказывать или пересказывать вам заново не стоит Потому что это действительно мировой шедевр Который знают от А до Я абсолютно практически все Ну а если вдруг вы не слышали этот мюзикл То бегом в ютюб Вас ждет увлекательное путешествие На два часа французская красивая песня И трагическая история собора парижской богоматери И неразделенной любви горбуна из Нотр-Дама Переходим к парфюму для мюзикла Нотр-Дам де Пари И это будет аромат, который подходит даже внешне Я уже не говорю про само название Парфюм от Виканте И называется он Мякульпа Моя вина Аромат невероятно готический Темный, средневековый Плотный, таинственный И даже немножко мистический Ну-ка С самых первых аккордов он окуривает вас сладким Даже немножко дурманящим ладаном Затем проступает история розы Плотных цветов Бархатных лепестков Может быть тех же самых ирисов Но ирисы из картин Эль Греко, скорее всего Или они прорастают в самом этом готическом соборе Парижской богоматери Здесь сквозь витражи Как будто бы проступает Тихий, спокойный свет цветных стекол И это интересные и смолистые аккорды Амбры Каких-то древесных базовых нот Это, конечно же, кедр Это сладкий сандал Я здесь чувствую очень отчетливо кожаный нюанс И он тоже придает некой плотности этому аромату Если это голос, то это бас, конечно же Или альт Или меца сопрано, если мы говорим о женщине Если это ткань, то это плотный бархат Это черный бархат даже Или синий, как вот здесь на самом флаконе В чем же вина миокульпа названия аромата? Наверное, в том, что аромат бесподобен Обязательно попробуйте его Дайте ему шанс раскрыться тем самым сладостным ладаном А затем этой неговорящей, но очень мистической Черной практически розой И обязательно слушайте в это время музыку Из мюзикла «Нотр-дам де Пари» Ари Боэмьян То есть самой цыганке Эсмеральды Или, может быть, та самая знаменитая песня «Белль» Которая тоже подойдет к этому аромату Спой, мой ангел музыки! Спой мне! Догадались уже, что за мюзикл? Я хочу вам тут презентовать Да, это призрак оперы От замечательного композитора И создателя мюзиклов просто легендарного человека Эндрю Ллойда Уэббера Символом этого мюзикла является красная роза Главный герой, ангел музыки Который живет в катакомбах парижской оперы Он же призрак этой самой оперы Каждый вечер после премьеры Или после любого спектакля Дарит юной солистке Кристине Дае Ту самую бархатную красную розу В знак своей любви Но сердце этой прелестницы, чудесницы Оперной певицы принадлежит другому парню Прекрасному аристократу Раулю И вот тут разыгрывается любовная трагедия и драма Музыка этого мюзикла на самом деле знакома И узнается с самой первой ноты Их там на самом деле много Мюзикл продолжительный Около двух с половиной часов И он является абсолютным рекордсменом Даже попал в книгу рекордов Гиннесса По кассовым сборам и по продолжительности Того, как мюзикл шел на Бродвее Сегодня я к нему подобрала аромат Который вышел в тот же год Когда и сам мюзикл стартовал на Бродвее В 1988 году Да, в этом году вышел аромат Са Мажестеля Роза Ее Величество Роза От Серж Лютанус Нанесу его, чтобы вспомнить Как же благоухает для меня Мюзикл Призрак оперы Или Фантом оперы О, это букет из тысячи роз Розы алые Красные Пунцовые Бордовые Даже местами черные Это ни в коем случае не юная Свежая утренняя роза Нет, нет, нет Это очень серьезная Зрелая Светская Может быть даже слегка стервозная роза Которая распускается в ночи И вот этот шикарный букет Призрак оперы Призрак оперы Уже не одну розу А целый огромный Пышный букет Оставил у гримерки Той самой Кристины Дайе В знак своей невероятной любви и преданности Этот аромат Посвящение розе Он является Иконическим Таким идеальным ароматом Если мы говорим о розных парфюмах Потому что здесь вот действительно Роза и только она Может быть являются и какие-то другие цветочные аспекты И другие аккорды Окутывают этот парфюм Но на самом деле В близком сочетании с тобой С кожей Ты чувствуешь Только ее величество Розу И это прекрасно Я сегодня рассказала вам О своих парфюмерных ассоциациях С любимыми мюзиклами На самом деле Этот жанр Иногда считается Низким по сравнению с театром Но я обожаю Это направление Это и театральная составляющая С его драматизмом С красивыми костюмами Со сценическим каким-то великолепием Но в то же время Более легкое Более полетное восприятие С точки зрения музыки Нежели вы бы слушали, например Оперу на театральной сцене Каждый из мюзиклов О котором я сегодня вам рассказала Для меня имеет свой четкий аромат Я постаралась подобрать Те парфюмы Которые более или менее Подходят к моим фантазиям Надеюсь, было интересно Ссылки на ароматы Из сегодняшнего видео Вы найдете в описании Перейдя по которым Вы сможете узнать Больше об этих ароматах А также почитать Отзывы других пользователей И, конечно же Узнать цены На сайте духи.рф А какие у вас Любимые мюзиклы? И как они Парфюмерно звучат? Свои ответы Оставляйте в комментариях Ну и, конечно же Не забывайте Ставить лайки И подписываться на наш канал И, конечно же Нажимать на Динь-динь-динь Колокольчик Для того, чтобы Не пропускать новые видео А с вами была я Саша Одинаева До скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова